коллеги добрый день рад вас видеть и слышать и сегодня мы будем с вами говорить о том как правильно читать квитанцию об оплате жилищно коммунальных услуг ежемесячно мы с вами получаем квитанции и сегодня мы попробуем разобраться как в них правильно разобраться в этих квитанциях как происходит начисление и сколько мы должны платить и почему именно эти объемы и эти суммы нам выставляет управляющая компания либо ресурсоснабжающая организация начнем с того что структура платы за жилое помещение составляет для нанимателя жилого помещения плату за пользование жилым помещением плата за наем плата за содержание и ремонт жилы уповещения и за услуги по работе управляющей компанией а также за холодную горячую воду водоотведение электричества на содержание общего имущества капитальный ремонт на квартирном доме плата за жилое помещение для собственника в принципе то же самое за исключением того что собственник не оплачивает за пользование жилым помещением то есть плату за найм все остальное для него остается как и для нанимателя начнем с первой позиции которая выставляет управляющая компания это содержание жилого помещения размер платы за содержание жилого помещения определяется на общем собрании собственников то есть это а ставка содержания она определяется общим собранием собственников и когда общее собрание собственников определит по предложению управляющей компании что с одного квадратного метра мы с вами должны платить, допустим, 20 рублей, то начисление платы за содержание происходит по формуле. Начисление равно стоимость содержания одного квадратного метра, то есть эти 20 рублей умножается на общую площадь жилого помещения квартиры. На общую площадь жилого помещения квартиры. Если общая площадь жилого помещения квартиры, допустим, 50 метров, то 20 рублей умножается на 50 метров, получается 100 и плюс 2 нуля, получается 1000 рублей. Вот за 50 квадратных метров жилой площади, общей площади, вернее, квартиры мы с вами должны заплатить 100 рублей. Текущий ремонт. Текущий ремонт входит в ставку содержания, но, как правило, считается отдельным. Значит, что происходит в этом случае? То же самое, текущий ремонт, допустим, 5 рублей за один квадратный метр. 5 рублей умножаем на общую площадь жилого помещения. Общую площадь жилого помещения. Те же 50 рублей, получается 250 рублей мы должны с вами заплатить за текущий ремонт общего имущества нашего дома, который, как я сказал, рассчитывается, исходя из площади, общей площади нашего жилого помещения. Дальше. Следующая строка – это размер граждан за оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества дома. То есть это холодная вода, горячая вода, водоотведение, электричество. Значит, сразу скажу, что эти расходы выставляет управляющая компания, будь то управляющая компания, будь то ТСЖ, ЖСК. При отсутствии коллективного общедомового прибора учета, значит, размер платы исходит из норматива. То есть берется объем, который потребляется дом. Холодная и горячая вода. Норматив. Я сейчас не буду говорить конкретно нормативу, потому что для каждой категории домов они разные. Так вот, норматив умножается на площадь мест общего пользования. Это подъезды. Только подъезды. Получается общий объем, и этот объем потом делится на все жилые и невжилые помещения в многоквартирном доме. И получается на один квадратный метр столько-то умножается на общую площадь нашей квартиры. При наличии общедомового прибора учета, здесь несколько вариантов. Если мы с вами не определили, как будем расплачиваться, значит, расчет идет также по нормативу. Но в первом квартале следующего года управляющая организация обязана сделать корректировку этой платы. Если мы приняли решение и договорились, что мы готовы платить по показаниям общедомового прибора, значит, ежемесячно управляющая компания будет нам выставлять все объемы, которые мы потребили в этом месяце. И эти объемы делятся также на площадь дома, получается с квадратного метра сколько, и умножается на площадь нашей квартиры, общую площадь нашей квартиры. Взрослый капитальный ремонт. Это обязательно ежемесячные платежи, которые у нас формируются относительно, вследствие вернее, федерального закона и вследствие закона Самарской области 60 ГД по системе капитального ремонта общего имущества на квартирных домах. Плата за капитальный ремонт рассчитывается. С – это величина взноса на капитальный ремонт. С 1 января 2022 года она будет составлять до 5 этажей включительно 7,27 рублей, 6 этажей и выше 8,36. Также умножается на общую площадь нашей квартиры. Почему разные взносы на капитальный ремонт до 5 этажей и от 6 этажей? Потому что свыше 6 этажей предусмотрены лифты. И вот эта разница идет как раз на ремонт лифтов. Капитальный ремонт лифтов. Дальше. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. ТО, ВДГО. Значит, что это такое? Это комплекс профилактических работ, направленных на проверку параметров работы нашего газового оборудования, газоводов, устранения и предупреждения утечек газа. То есть внутридомовое газовое оборудование – это оборудование, которое находится на доме. Как правило, это первая запорная арматура, задвижка на доме. Далее идет разводка по подъездам, дальше по этажам и дальше уходит в квартиру. И до крана, включительно на нашей кухне, все это относится к внутридомовому газовому оборудованию. Так вот, плата за техническое обслуживание ВДГО с 1 июня 2022 года составляла 1 рубль 14 копеек. Она также, вот эти 1 рубль 14 копеек умножается на общую площадь нашей квартиры. И получается сумма, которую мы должны заплатить той специализированной организации, с которой у управляющей компании заключен договор. Значит, что в этом отношении нужно знать? Техническое обслуживание проводится раз в год, а оплачиваем мы в течение 12 месяцев. Вот этими равными долями. Далее. Расчет платы за холодное водоснабжение. Как правило, холодное водоснабжение, водоотведение выставляет нам ресурсоснабжающие организации, поставляющие коммунальный ресурс по холодной воде. Значит, если у нас имеется прямой договор, то эти квитанции высылает нам ресурсоснабжающие организации. Если такого прямого договора у нас нет, а у нас договор с управляющей компанией, то управляющая компания в своей квитанции выставляет все платежи, в том числе и за коммунальные услуги. Сейчас, минуточку, здесь у нас еще подключается. Коллеги, прошу вас микрофон выключить, мы говорим уже. Итак, несколько вариантов. Если помещение оборудовано индивидуальным учетом. Значит, если оборудовано прибором учета, то есть индивидуальный прибор учета у нас стоит в квартире. Мы снимаем эти объемы с 20 по 25 число, как правило, да, если иное не оговорено договором. Получаем объем, допустим, 5 кубов. 5 кубов. Значит, тариф умножаем на эти 5 кубов и получаем сумму, которую нам выставляют для оплаты. То есть по показанию прибора учета. Истратили мы 5 кубов, заплатили за 5 кубов. Истратим 10 кубов, заплатим за 10 кубов. Второй вариант. Помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета. То есть здесь начисление происходит, исходя из норматива. Значит, вот формула. Сразу оговорю, что вот по этим формулам эти формулы все упрощенные, потому что все формулы расчета за коммунальные услуги определены в 354-м постановлении правительства Российской Федерации. Там для каждого случая, для каждого варианта предусмотрена своя форма. Я сейчас просто обобщаю и делаю, говорю вам о принципе начисления, как это все происходит. Если мы будем сейчас смотреть те формулы, которые прописаны, они достаточно сложные, но суть их остается такой, как я говорю. Итак, помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета. Первое. Количество проживающих, допустим, 2 человека, умножается на норматив потребления коммунальной услуги. Допустим, 7 кубов. 7 на 2 – это будет 14. Плюс умножается на повышающий коэффициент 1,5. 14 умножить на 1,5 – это еще 7. Итого 14,7 – это будет у нас 21 куб. И этот 21 куб умножается на тариф. Значит, тариф на холодную воду, по крайней мере в Самаре, с 1 декабря 2022 года составляет 41,17 рубль. Вот эти 21 куб умножается на 41,17 или наоборот, да, вернее, 41,17 умножается на 21 куб. И получается сумма, которую мы должны оплатить за холодную воду при условии, что помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета. Естественно, что потребление при наличии индивидуального прибора учета будет значительно меньше. И плата за холодную воду будет значительно меньше. Поэтому рекомендую в любом случае устанавливать индивидуальные приборы учета. Тогда вы точно будете знать, сколько потребили и будете платить только за тот ресурс, который реально потребили. Почему? Потому что норматив, как правило, всегда значительно выше. Так, дальше идет расчет размера платы за горячее водоснабжение. Здесь несколько сложнее. Почему? Во-первых, горячая вода у нас двух компонентов. Что это означает? Это означает, что горячая вода состоит из двух компонентов. Первый компонент – это холодная вода. И второй компонент – это нагрев холодной воды до состояния горячей. Горячая вода, которая должна у нас идти из крана, это минимум 60 градусов. Поэтому размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается, исходя из этих двух компонентов. То есть, если у нас стоит индивидуальный прибор учета в квартире, то берется объем, допустим, 5 кубов. То есть, 5 кубов холодной воды умножается на тариф плюс высчитывается количество гикокалорий, которые необходимы для того, чтобы вот эти 5 кубов из состояния холодной воды нагреть до температуры не менее 60 градусов. Это получается норматив, есть специальный, на подогрев. Этот норматив умножается на 5 кубов и получается гикокалорий. И вот это все умножается на тариф. Все это умножается на тариф по тепловой энергии. И когда мы складываем сумму, которую мы должны заплатить за холодную воду, плюс за нагрев, получается сумма платежа за эти 5 кубов горячей воды. Это еще раз говорю. Мы их сейчас говорим относительно того, что у нас стоит общедомовой прибор учета. Если индивидуальный прибор учета нет, то тогда расчет ведется по нормативам. И опять же в этом нормативе используется повышающий коэффициент 1,5 кубов. Вот эта формула здесь у меня прописана. Объем ресурса определенного исходя из норматива, повышающий коэффициент, тариф на теплоноситель, объем тепловой энергии на подогрев и тариф на тепловую энергию. Значит, скажу сразу, что при отсутствии индивидуального прибора учета вот за этот объем будет заплачено больше. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, что норматив всегда выше реального потребления. Поэтому это надо знать. И опять же обращаюсь относительно того, что необходимо установить индивидуальные приборы учета. Только тогда мы будем в состоянии платить по факту, то есть за то, что потребили. Дальше. Расчет размера платы за водоотведение. Значит, что такое водоотведение? Это канализация. Как она рассчитывается? Рассчитывается она элементарно просто. Берется объем холодной воды, к нему прибавляется объем горячей воды. Получается объем водоотведения. У него тоже есть тариф свой, поэтому неважно, есть приборы учета у вас, нету приборов учета. Как правило, на водоотведение таких приборов не ставится. То есть, если вы по индивидуальному прибору учета холодная и горячая вода, у вас четко, допустим, холодная вода 8 кубов, горячая вода 3 куба. Итого 11. Водоотведение 11. Если по нормативу нет прибора учета у вас индивидуального, у вас холодная вода объем, допустим, 15 кубов, горячая вода объем 10 кубов. Итого 15 плюс 10 будет 25. И это умножается на тариф за водоотведение. Скажу, с 1 декабря 2022 года тариф на водоотведение, то есть стоимость одного кубического метра, составляет 23 рубля 3 копейки. Пожалуйста, умножайте, складывайте и умножайте на тариф. Таким образом вы получите сумму, которую вы должны заплатить за водоотведение. Ну и самое, наверное, сложное и самое дорогое, за что мы платим, это отопление. Здесь давайте более подробно рассмотрим, да, почему. Потому что варианты тоже разные бывают. Оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов. В течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. Значит, если общедомовой прибор учета имеется, то тогда общее собрание собственников должно принять решение, как мы будем платить. Либо по показанию общедомового прибора учета, а это как? Показал общедомовой прибор учета, что за месяц дом получил 100 гикокалорий отопления. Эти 100 гикокалорий делятся на площадь жилых и нежилых помещений, и мы получаем стоимость, объем, вернее, гикокалорий на один квадратный метр. И этот объем мы умножаем на общую площадь нашей квартиры и получаем уже сумму, которую мы должны заплатить. Это первый вариант. Второй вариант. Если на общем собрании собственников мы не приняли решение об оплате по факту, по 7 месяцев, то тогда берется предыдущий год 12 месяцев. Тот объем, который мы получил дом за 12 месяцев, делится на эти 12 месяцев и получается средний потребление гикокалорий в месяц. И нам на следующий год выставляют по среднему, допустим, 80 гикокалорий, 80 гикокалорий, 80 гикокалорий ежемесячно все 12 месяцев. Мы за это все оплачиваем. В конце года проводится корректировка, снимается показание прибора учета и смотрится, сколько показал прибор учета реальный. Если он показал, допустим, больше объем тепловой энергии, чем мы доплатили, тогда корректировка производится в большую сторону. То есть мы вынуждены будем с вами доплатить. Если мы с вами заплатили за большее количество гикокалорий, а прибор учета показал меньше, то тогда, наоборот, ресурсоснабжающая организация зачтет нам эти выплаченные деньги в счет будущих платежей. Это вот так рассчитывается, когда есть прибор учета, но собственники не приняли решение, как платить. Коллеги, прошу отключить микрофоны. Коллеги, прошу отключить микрофоны. Значит, второй вариант. Оплата в течение отопительного периода, по факту, в 7 месяцев. Она возможна при условии, если в доме есть общий домовой прибор учета, тогда вопросов никаких нет. Сколько прибор учета показал, так же, как у нас происходит по квартире, сколько прибор показал, за столько мы и платим. То есть этот объем делится на площадь жилых и нежилых помещений. Получается стоимость одного квадратного метра. Эта стоимость одного квадратного метра умножается на площадь нашей квартиры. И получается сумма, которую мы должны оплатить. Значит, если нет общедомового прибора учета, то тогда применяется норматив, исходя из одной седьмой. Он несколько выше, чем норматив, исходя из одной девенадцатой. Но он также существует. И поэтому здесь также будет производиться начисление, исходя из этого норматива. Дальше. Способ оплаты в течение отопительного периода применяется с начала отопительного периода в году, следующий за годом, которым принято решение о выборе такого способа. Если вы сегодня в этом году примете решение о том, что вы хотите перейти на оплату одной седьмой, то есть по факту, то эта оплата начнет производиться и расчеты начнут производиться только с началом отопительного периода 2023 года. Значит, и при отсутствии общедомового прибора учета, потому что не во всех домах у нас стоят, к сожалению, общедомовые приборы учета, но при их отсутствии начисление производится по нормативу. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению. То есть общая площадь жилого помещения, наша 50, допустим, метров, умножается на норматив потребления коммунальной услуги по отоплению и умножается на тариф. И таким образом мы получаем сумму, которую мы с вами должны заплатить за отопление за этот месяц. Твердые коммунальные отходы – это тоже коммунальная услуга. Опять же, она привязана в данном случае по Самаре к площади, общей площади нашей квартиры. В муниципальных районах она привязана к количеству проживающих. Но это не суть важно, потому что принцип начисления один и тот же. Первое. Количество проживающих, либо общая площадь квартиры, умножается на норматив потребления коммунальной услуги и умножается на тариф. Тариф у нас 6 рублей, 622 рубля 7 копеек с 1 декабря 2022 года. Норматив 0,091 кубических метра на квадратный метр в год. То есть вот это нормативы и тарифы, на основании которых происходит начисление. То есть, еще раз говорю, количество проживающих, либо общая площадь помещения умножается на норматив и умножается на тариф. И тогда мы получаем сумму платежа. И в заключение еще хотелось бы отметить и обратить ваше внимание на одни цифры, которые есть в квитанции, но порой люди не знают, что это такое. Вот когда в квитанции пишутся объемы коммунальных ресурсов, то есть кубические метры, гекокалории, вот там в скобках за этими цифрами стоит в скобочках 1, 2, 3, 4, 5. Значит, что это такое? Это как раз тот расчет, на основании которого происходит вот это начисление. Цифра 1 обозначает норматив потребления коммунальных услуг. То есть в квартире нет индивидуального прибора учета, в доме отсутствует общий домовой прибор учета. Вот там стоит цифра 1, и все начисления происходят, исходя из норматива. Цифра 2. Показания индивидуальных квартирных приборов учета, либо общедомовых приборов учета. То есть если стоит цифра 2 в скобках, значит вам начисления производились по индивидуальному прибору учета или по общедомовому прибору учета. Если это, допустим, на содержание общего имущества. Если индивидуальные, то по индивидуальному. Цифра 3. Среднемесячное потребление коммунальных услуг. То есть исходя из среднемесячного. Когда оно может появиться? Если вы своевременно не передали показания индивидуальных приборов учета в ресурсоснабжающую организацию, управляющую компанию, то управляющая компания, ресурсоснабжающая организация первые 3 месяца будет вам производить среднемесячное потребление коммунальных услуг. Исходя из среднемесячного. То есть берется предыдущий год, смотрится, допустим, объемы холодной горячей воды, какие его потребляли, электроэнергии, и усредненное выставляется вам. Начиная с четвертого месяца происходит начисление уже по нормативу. И оно будет происходить до тех пор, пока вы не передадите показания приборов учета. После передачи показаний приборов учета управляющая организация, ресурсоснабжающая организация обязана сделать корректировку. То есть то, что вам начислили и то, что показал прибор учета. Далее. Цифра 4. Исходя из показаний общедомового прибора учета. Это еще раз говорю, это касается прежде всего коммунальных услуг на содержание общего имущества. Холодная, горячая вода, водоотведение, электроэнергия. И, наконец, цифра 5. Это расчетный способ для нежилых помещений. Нас это меньше всего касается, но, тем не менее, такая цифра существует. Такой способ начислений тоже существует. Вот, в принципе, наверное, бегом я постарался уложиться в эти 30 минут. Постарался уложиться в эти 30 минут. Я почему говорю, потому что у нас запланировано было два вебинара по этой тематике. Я постарался уложиться в одном вебинаре. Если что-то кому-то будет непонятно, готов буду ответить. Но в чате пока никаких вопросов нет. Поэтому будем надеяться, что то, что я сегодня рассказал, было, в принципе, полезно. Почему? Потому что те квитанции, которые мы получаем ежемесячно, их надо внимательно смотреть. Потому что управляющая организация, ресурсоснабжающая организация порой без злого умысла, порой со злым умыслом может быть. Но неправильно вносит туда эту информацию. Значит, какие варианты здесь возможны? Первое – это площадь места общего пользования. Площадь места общего пользования надо смотреть, чтобы она не менялась из месяца в месяц. Потому что если она меняется из месяца в месяц, то что-то там неправильно. Дальше. Куда обратиться, если у вас возникают определенные вопросы по начислению платы? Значит, контролирует вопрос о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги Государственная жилищная инспекция. Значит, вы должны обратиться письменно через систему ГИС ЖКХ, либо отдельным письмом. Текст такой. Прошу проверить правильность начисления платы за такую-то услугу, за такой-то месяц. Копии квитанции за данный месяц и три предшествующих месяца прикладываем. Вот тогда Государственная жилищная инспекция будет проверять правильность этих начислений. Всякие бывают возможности, бывают вопросы. И где-то ресурсоснабжающая организация, управляющая компания может неправильно делать такие начисления. Поэтому имейте в виду, что если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы по начислениям, еще раз говорю, обращаться необходимо в Государственную жилищную инспекцию, которая, в принципе, должна все это проверить и сделать заключение. И если это будет начислено неправильно, она должна будет указать управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, что это неправильные начисления, и их необходимо пересчитать. Еще раз говорю, все формулы расчета, кому это интересно более подробно ознакомиться, все формулы расчета изложены в 354-м постановлении правительства Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг в приложениях, они рассчитаны там на все случаи жизни. Жилое помещение, нежилое помещение, коммунальная квартира, наличие приборов учета, отсутствие приборов учета и так по каждой коммунальной услуге. Поэтому сегодня мы, в принципе, рассказали о принципе начисления плата за жилищные и коммунальные услуги. Я думаю, что в целом должно быть полезно. Почему? Потому что старался просто говорить без всяких этих сложных форм. Поэтому всем большое спасибо за внимание. До новых встреч. Я думаю, мы с вами еще в этом году встретимся. Дмитрий, вопрос есть? Да, готов слушать. Слушаю, Дмитрий, только микрофон включите. Микрофон. Поблагодарить хотел. Спасибо. 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 Надеюсь, что было полезно. Коллеги, спасибо еще раз. Этот вебинар будет выложен в системе YouTube, поэтому можно будет посмотреть более подробно. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok